интересно же расскажи про пять копеек 1918 18 я же рассказывал еще раз расскажи на камеру все в красоте ездил к родственникам во владимир женой в то время привет потом передашь этому парню кому продал парень он довольно взрослый состоявшийся мужчина дедушка передай привет женой ездили во владимир к родственникам отдохнули все и по пути дороге перед саранском была одна деревня церковь белокаменная огромная стояла в поле я ее приметил мы в женой приехали я потом поехал поискать все-таки походить и вот у меня было два сигнала складень и пятак 5 копеек 1917 года год какой был это был 2011 год тогда у меня кнопочный телефон интернет мы особо то я и это и вот перед этим не как-то там знакомый через знакомых там вот-вот телефон ему дали и у меня вот позвонил к дженнике от ничего там нету я буду есть я тут поискал у года за есть ко мне в двадцатый квартал двадцатый квартал как сейчас помню я заехал чего я вот складе но хороший складе хороший в 3000 тядаю я обрадовался еще в каком году 2011 год 2011 год 3000 мне хорошие деньги дал я обрадовался я ему 5 копеек 1908 он мне это фуфел я в смысле фуфел я-то понимаю что пять копеек они всегда пять копеек стоит у да ты понимаешь 17 год уже все революция это уже не было так но ну чтоб ты не зазря сюда ехал эти дам 100 рублей ладуш на эту мне 100 рублей дал игру на потом по происшествию лет я узнал что знал без частую камрада он известен всего в двух экземплярах оба эти экземпляра находятся не в частных коллекциях а музеях если вам кто-то скажет что их не существует это не так они есть они были отчеканены по всей видимости это были просто пробные экземпляры которые сейчас оба находятся в городе питер в музейных архивах музейных хранилищах эти монеты были выставлены на показ на выставках их видели люди они существуют и они стало известно еще в 1960 годах когда частные частные коллекционеры передали их в музее поэтому даже я не смог найти перелопать весь интернет изображение подлинной монеты 5 копеек 1917 года и у вас это вряд ли получится поэтому я отсюда делаю вывод что все монеты которые есть существуют на рынке которые продаются на аукционах это все копии монет не увидите вы никогда не найдете подлинный пятак 1917 года я продал 5 копеек 17 года за 100 рублей не вырезаю вот этот кадр нет я ребят я не вырезаю скажу что на заднем фоне ребят 5 копеек 1917 года это является монета раритет в то время тем более как раз там году камрад говорит что монета была в идеале практически в штемпельном блеске ребята представьте какая боль да какая боль да мне жена до сих пор говорит сделал добро бросил воду забудь это об этом все а мне вот вот я в я помню эти вот вот этот пятак который я поднял который был вот-вот я струк стыкнул реально как только отпечатанный вот-вот-вот я его прям я считаю пять копеек он да ладно чуть все это круглый миллиард да это ни о чем переоформа бывают все это вот это вот вот я попал на такое дело вот бывает у кого-то один раз в жизни вот такой вот я вот за 12 лет не раз не откопал ни копейку не двушку не трешка не пятак 17 не раз а вот везет людям откапывают раритеты а вот кого-то повезло мне или не до 100 рублей поимел но в то время пиво наш полторашка в рублей в 18-20 стоил вот 10 10 полтора а мог бы поиметь в какой-нибудь его угодно базовский по поддержанный автомобиль да сейчас расскажу еще одну жутку давай рассказывал все одну жуткую давай ждем есть у нас там деревня ананино там есть церковь и там старожилы рядом деревня загарина говорят что первое упоминание в шестнадцатом веке было об этой церкви ну церковь там такая вся уже тек 6 там все вот это вот и у меня пенсионер мой там ну бывший подчиненный он туда ездил детишек сопровождал как они будет скаута не будет скаут и в то время там я не знаю уже пионеры не было и он и пионерский лагерь типа вот и он мне позвал дженек приедь мне это дому скучно вот я в этот ананина поехал к нему ну пьяненький да я поехал все приехал все поговорили там 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 деревня домов около 200 заброшены стоят до сих пор там бобры творят что хотят там такие заброды все и вот я назад ехал церковь стоит я захожу в эту церковь а там резки такие все обрисованы внутри все красиво я споткнулся и мне выворачивается икона деревянная маленькая и там много 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 ликов не поплевал там и смотреть такие маленькие все это приезжаю она против меня читал к живет который отпевает покойников она о это плохая беда это все это к смерти просто нашел это все и у того и сама чё делать ну отнеси на кладбище как на на входе повесить эту икону я повесил съездил сразу же все плех в тольятти есть у меня знакомый который занимается иконами и у меня поздравляю однушку ты год повесил я на съезде ехал это икона не было уже унес ну кто-то унес да и это икона не стала склад еще прям забрали а хочу не гнушаются люди ходят а тут на входе примут я повесил эту иконку я напугался мне она сказала что это потом я рассказала да ладно эти такого не говорила что к смерти ничего я говорю там и самая вот я говорю я повесил а мне вот этот товарищ который меня есть занимается поздравляю это старинная икона она мне почему-то вывернулась она мне отдалась вот это вот все в памяти в этом так же как и любил нам своевременно выскочила я домой придется батюшка спросил будет пожалуйста приноси икона деревянные пополам лопнутая 17 век так 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 Продолжение следует...